Hi everyone, module 1, spotlight 8. Начинаем первый модуль восьмого спотлайта. Socializing – тема вашего модуля, общение. Давайте посмотрим, что же здесь у вас на первой страничке, собственно. Before you start, has anything changed in your school class daily routine this year? До того, как вы начнёте, что-то изменилось в вашей школьной ежедневной распорядке дня, распорядке daily routine, ежедневная рутина, мы говорим распорядок дня, имеем в виду, да? How do you feel about it? И как вы себя чувствуете по этому поводу? What was your favourite summer holiday like? Каким был ваш любимый летний отдых? What's your hobby? When did you start it? Какое у тебя хобби и когда вы его начали? А потом переходим в module 1. Собственно, это были вам вопросы, чтобы вы немножко вспомнили предыдущий год. Look at module 1. Find the page numbers for pictures 1 to 4. Посмотреть, где у вас будут вот эти вот картинки. Полистайте у себя, откройте, посмотрите, чтобы вы просто ознакомились с модулем, с чего будет он состоять. Мы contents, когда разбирали, смотрели, что у вас уже будет прям ABCDE, да? Много разделов. Потом, как всегда, across the curriculum, что-нибудь, какое-то дополнительное English and Use, возможно, или Going Green, новая тема про экологию. В конце каждого модуля. Ну и progress check, of course. Find the page numbers for. Опять же, просмотреть, пролистать и найти странички, номера страничек для notes, каких-то заметок, comic strip, кусочка комикса из газеты, полоски комикса, greeting cards, каких-то поздравительных открыток и poem. Стих. Listen, read and talk about. Breaking the eyes. Вы будете читать, слушать, узнать, говорить о том, как. Наладить контакт, разбить лед, дословно. Body language. Язык тела. Family members. Relationships. Отношения. Conflict and disagreement. Конфликт и несогласие. Далее. You will learn how to socialize. Как общаться. Describe and compare people. Описывать и сравнивать людей. You will practice intonation, showing feelings. Интонация, показывая чувства. Present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, past simple, past continuous. Вот это все present времена и два прошедших. Вперед на предыдущее видео про грамматику. Обязательно посмотрите. Ваша грамматика первого модуля вся в конце грамма reference, который у вас в конце учебника есть. И вот там я все-все-все вам такой краткий обзор. Он получился не совсем кратким, но зато по всем почти временам. Stative verbs. Глагол эстетичный. Express and future actions. Как выразить будущее намерение. Future simple. Или are going to. Собираться что-то сделать. То есть present continuous. Либо выражение в present continuous через слово go я иду это делать. I'm going to do it. Собираюсь это сделать. Тоже это все было в вашем граммаре. Где это у нас, помните? Сейчас открою, покажу. Вот, вот. Вот эта схемулька показывает вам вот эти все времена вам в первом модуле уже задействованы. Окей-докей. Далее. Comparatives and superlatives of adjectives and adverbs. Сравнительная и превосходная степень прилагательных наречий. Phrasal verbs. Фразовый глагол get. Получать или становиться. И там с кучей разных приставок получается уже другое значение. Точнее, это не приставка. Это как раз предлог, который стоит после глагола. Он выглядит как предлог. На самом деле относится к глаголу. И у вас получается что-то вроде как get up, get off, get away и прочее разное его значение. Но уже совершенно get сможет потерять свое значение. Ну, как и в русские приставки, собственно, меняют значение корня. Word formation. Adjectives. Как словообразование прилагательное. Idioms. Describing relationships. И идиомы. Описывая relationships. Взаимоотношения. You write and make. A greeting card. Greetings card. Карточку с поздравительной будете открытку писать. A short article about socializing in your country. Краткую статью об общении, социализации в вашей стране. Социализация немножко не тот термин. Социализация – это больше такой психологический термин, как о том, как ребенок себя чувствует в обществе, или кто-то социализируется. То есть учится общаться, чувствует себя нормально в группе. А здесь socializing – это именно все-таки вот эти small talks, общение, умение общаться. И поэм. Ну, если среди вас есть поэты, напишем еще и небольшой стих. Окей-докей. Идем дальше. Собственно, 1A – Reading and Vocabulary. Где мы до того, как погружаться, как бы 1A, вспомните наши все слова, да, помните? Удостоверьте, что вы в вордбуке проработали, прописали все-все слова, которые здесь будут вам новые, по сравнению с предыдущим годом. Да, вот с этой книжечки нашей, распечатывайте ее, и там все-все-все выражения, все слова, которые здесь будут встречаться, как в модуле, так и в сборнике упражнений, которые потом мы тоже разберем. Все, поехали теперь на 1A. Reading and Vocabulary. Итак, Reading. What does the title of the text mean? Что значит название текста? Breaking the ice. Ну, разбивая лед. То есть, как наладить контакт, как заговорить первым, да. How would you start a conversation with someone you don't know? Как бы вы начали разговор с тем, кого вы совершенно не знаете? Read and check. Почитай и проверь. Далее, небольшое задание. Наше любимое. True, false, doesn't say. Read the text and mark the sentences. True, false or doesn't say. Correct the false sentences. Исправьте фальшивое, неправильное утверждение. Explain the words in bold. И объясните слова в жирном шрифте. Утверждения такие будут у вас. Breaking the ice means saying or doing something to start feeling relaxed with a new person. Ну, я. Кстати, да, true, скорее всего, да, будет. То есть, разбить лед означает сказать или сделать что-то, чтобы начать чувствовать более расслабленным, расслабленным с новым человеком. People feel uncomfortable when meeting someone new because they cannot predict their reactions. Вот есть утверждение, что люди чувствуют себя некомфортно, когда знакомятся с кем-то новым, потому что они не могут предсказать их реакции. Ну, почитаем, узнаем. Some people don't have any passions. Некоторые люди не имеют никаких пристрастий. When you meet someone for the first time, it's better to look serious. Когда ты встречаешься с кем-то первый раз, лучше выглядеть серьезно. Confident people don't postpone things. Уверенные люди не postpone, не откладывают ничего. Дословно, не откладывают вещи на потом. When you start a conversation, talk a lot about yourself. Когда вы начинаете разговор, рассказывайте много о себе. Говорите, точнее, много о себе. If you feel uncomfortable with new people, avoid being around them. Если ты чувствуешь себя некомфортно с новыми людьми, избегай нахождения вокруг с ними или с ними вокруг них. Ну, явно это ошибочное утверждение, скорее всего. Такие советы вряд ли вам дадут. Но вот наша задача прочитать, прослушать, перевести и проверить, правильно ли мы поняли. Нам дают study skills, навык обучения, навык учебные навыки, дословно этот бокс называется, где вам подсказывают, как лучше что-то делать. Например, reading effectively. Читать эффективно. Чтение эффективно. Как читать эффективно. The author's purpose is the reason for writing the passage. Цель автора – это, собственно, причина для написания этого пассажа. Пассаж имеет в виду сейчас значение невидимым за отскусочек текста. This could be to entertain, persuade, inform, advise, narrate or describe. Это purpose. То есть эта цель может быть развлечь, убедить в чем-то, проинформировать, посоветовать, просто повествовать, рассказать или описать. Recognizing the author's purpose will help you understand the content of the text better. Распознавание цели автора, что он хочет вам донести, поможет вам понять содержание текста лучше. То есть цель написания какая-то. Listen and read the text again. What is the author's purpose? Discuss in pairs. И вот надо переслушать и сказать, какая же цель автора здесь. Вот в Breaking the Ice. Discuss in pairs. Ну, и, наверное, что-то по поводу advising, советовать, как себя вести. Поехали. А теперь, собственно, к тексту. Breaking the Ice. Прямо с аудио. Module 1. Socializing. Unit 1A. Reading and vocabulary. Exercise 3. Page 10. Breaking the Ice. The new girl in your class seems very interesting, and you would like to get to know her better. The guy at the skate park does some amazing tricks, and you would like him to show you how. But whenever the opportunity to talk to them comes up, you can't think of anything to say. Your palms sweat. You blush. And you look away. Давайте по частях разберёте. Итак, новая девочка в вашем классе кажется очень интересной, вы бы хотели узнать её получше. Парень в скейт-парке делает какие-то восхитительные трюки, вы бы хотели, чтобы он показал их вам. Показал как. Но всякий раз, когда возможность поговорить с ними появляется, вы не можете ничего придумать, что сказать. Ваши ладони потеют, вы краснеете и смотрите в сторону. Whether you are starting a new school, going to a party where you don't know anyone, or want to approach a person you fancy, you often need to break the ice in order to start a friendly conversation. Breaking the ice means saying or doing something to stop feeling shy or uncomfortable around someone you don't know very well. The reason you feel this way is that you don't know how the other person will react, but don't let it get you down. Whether, это означает ли, да, you are starting a new school, начинаете ли вы новую школу, идёте ли вы на вечеринку, где вы никого не знаете, или хотите приблизиться к человеку, который вам нравится, fancy, это как лайк, да. Вы часто нуждаетесь, вам часто надо разбить лёд, ну как бы начать как-то разговор для того, чтобы начать дружественный разговор. Разбить лёд означает сказать или сделать что-то, чтобы перестать чувствовать робким и некомфортным рядом с кем-то, кого вы не знаете очень хорошо. Причина, по которой вы чувствуете себя вот так, this way, это то, что вы не знаете, как другой человек будет реагировать, но не позволяйте этому вас как бы опускать, да, он разочаровать, опускать, смутить, да. Вам не следует переживать. Почти все чувствуют себя некомфортно, когда они впервые знакомятся с другими людьми. Если вы чувствуете себя так, следующие советы могут помочь вам выйти с этой ситуацией, help out, помочь вам. Улыбайтесь. Когда вы улыбаетесь, люди думают, что вы дружелюбны и с вами легко говорить. Они также весьма вероятно, very likely, весьма вероятно улыбнутся в ответ и помогут вам почувствовать себя более уверенно по поводу начать разговор. Так, ага. Дальше. Развивайте пристрастия какие-то, то есть интересы. Лучший способ иметь интересные разговоры – это быть интересной персоной человека. True. Не поспоришь. Get involved. Становитесь вовлеченными в некоторые занятия, деятельность и говорите о них. Удостоверьте, что у вас есть что-то, что вы можете добавить к разговору. Ну, то есть вы чем-то интересным занимаетесь, какой-то хобби, да, то понятно, что вы будете об этом с удовольствием говорить. Be positive. Everybody likes to be around happy people. Try to always look on the bright side of life and to see something positive even in negative situations. People will enjoy your positive energy and benefit from it. Also, be confident. If you like yourself, others will probably like you too. Будьте позитивными. Лада, хочешь быть счастливым – будь им, да. Хорошо сказать, будь уверенным. Человеку, который действительно робкий – это нереально, просто будь им, да. Это надо постепенно развивать. Ну, ладно. Будьте уверенными. Если вы нравитесь себе, другие, вероятно, вы также, вероятно, понравитесь и другим. То есть другие будут тоже вас любить. Ну, да, соотношение к самому к себе, и это проецируется во внешний мир. Также люди к вам относятся, как вы к самому к себе. Be a good listener. Develop listening skills. Don't take over the conversation, and don't only speak about yourself. Ask other people questions about themselves, too. This way, they'll know you're interested in them. Будьте хорошим слушателем. Развивайте навыки слушания. Не захватывайте take over, как бы полностью захватите разговор, и не говорите только о себе. Спрашивайте других людей вопросы, сдавайте вопросы другим людям о них тоже. Таким образом, они будут знать, что вы заинтересованы в них. Get out there. Don't avoid being around new people, just because you feel uncomfortable. If you stay in a situation, you'll get used to it. It's not easy, but it's worth it. After all, the other person may want to talk to you as well, but be too shy to break the ice. И выбирайтесь туда. Это словно get out there. Выходите из своей замкнутой комнаты, выходите из своего места, и туда идите куда-то к людям. Идите к людям, да. Не избегайте быть среди новых людей только потому, что вы чувствуете себя некомфортно. Если вы останетесь в какой-то ситуации, вы к ней привыкнете. Это нелегко, но это того стоит. В конце концов, after all, дословно, после всего. В конце концов, другой человек, возможно, захочет поговорить с вами тоже as well, но будет слишком shy, робким, чтобы первым нарушить лёд, разбить лёд, первым начать. То есть кто-то из вас, ну, по крайней мере, вы должны оказаться вместе в одном месте. То есть если вы никуда вообще не ходите, то с кем же вам разговаривать? То есть get out there. Ну, это хороший совет, но не для эпохи коронавируса. Вот мы сейчас все вынужденно сидим и не можем get out there особо, но тем не менее давайте тогда хотя бы benefit from it, брать пользу от этого и учить. Learn English at home. И learning у нас такой вот. Хорошо. Смотрите, очень много слов, да, которые нам попадались. Естественно, мы их уже все разобрали с первого модуля. Теперь только закрепляйте у себя в табличке, вот здесь вот там, где вы, в нашей табличке, в wordbookе, в словах, просто берёте и выделяете. Ага, это у нас было. Develop passion было, purpose было, passage было, persuade убеждать, blush было, get down было, benefit from было. Да, вот это всё вот с первого текста. И так каждый раз себя проверяйте, чтобы все слова помните. Да, давайте же ответим на вот эти вот утверждения. So, do you think they always mean saying or doing something to start feeling relaxed with a new person? True. People feel uncomfortable when meeting with someone new because they cannot predict their reactions? True. Хотя какая реакция? Да, самое обычное, поздоровались, ничего страшного, вас никто не укусит, да? Some people don't have any passions. That doesn't say, по-моему, потому что там не сказано было, что не у всех они есть. Тут просто сказано, что develop passion, чтобы они у вас были какие-то хобби. When you meet someone for the first time, it's better to look serious. Это, по-моему, false, потому что там, наоборот, вам сказано, что be positive и smile. Вот, да? Улыбайтесь. Потому что вы можете выглядеть немножко arrogant, если очень серьёзно, это будет как высокомерие признак. Такой, да, признак. Хотя, на самом деле, человек просто робкий и боится улыбаться. Confident people don't postpone thing. Ничего там не было про откладывать вещи, постполон, про откладывать на потом. Скорее всего, это doesn't say будет. Почему я говорю, скорее всего? Я вам сто раз говорю. Моё мнение может не совпадать с мнением вашего ГДЗ. Иногда ГДЗ тупо неправильно, иногда просто разные трактовки. Да? Делайте выводы сами. Мы всегда переводим всё, вы всё слышите сами и сами понимаете, либо так, либо не так. Либо ставим знак вопроса, если у вас какие-то серьёзные сомнения. Потом это обсудите, например, с другом или в классе, или как-то. То есть умейте дискутировать, обсудите это. Не соглашайтесь со всем бредом, который вам пишут в ГДЗ. Вот и всё. When you start a conversation, talk a lot about yourself. Это false. Наоборот, сумейте слушать. If you feel uncomfortable with new people, avoid being around them. Это тоже false. Сейчас вам, наоборот, говорят get out there. Не сидите, идите туда. Идите в люди. Get out there. И пробуйте. Так. Далее. Второй кусочек у нас. Explain the words in bold. Давайте сделаем его отдельным видео, чтобы не так много было. Иначе будет минут на 40. Давайте вот это сейчас отдельным. И пусть у нас ещё же workbook. Ваша школьная тетрадка на 1A. Сюда мы его всё вместе всегда делаем. Ну всё. Пока-пока. Начнём уже отсюда. Сюда. Продолжение следует...